Друзья, я начал запись ради вот таких вот молодых ученых и просто образованных людей, которые совсем близко подошли к профессиональному садоводству. И несколько тем я сейчас сошью вместе. Начну с чего прозвучало. Дальше будет много полезных-полезных советов, потому что если я сейчас начну с высокой науки, то пожалуйста не пугайтесь, она не такая уже и непонятная. Так, проверяю, есть запись. Запись идет. Смотрите, вчера по телевидению в новостях прозвучало следующее, как мировая сенсация. Я ничего не запомнил, не фамилия молодого ученого. Я уважаю его безмерно. Он доказал, уже как бы вышел на уровень науки то, что мы знаем и так. Мы это, я, железо, вот это Латинко, правда он уже в небесном саду, но и он это знал. Знал Боднер Владимир Васильевич. Молодежь, вот видите, эта молодежь прекрасная. Тоже уже это знает. И вот теперь это уже одно дело знать, инцитивно идти к этому, совершать чудеса в садах. Причем это все помимо официальной науки. И вдруг это случай, когда настоящий ученый, Елена Александровна, это для вас это очень важно, потому что вам это пригодится. Может вы не слышали эту передачу, это действительно сенсация. Наверное, наш российский ученый получит набережскую премию. Вот. Затворничество на 9 лет, ну жалко, но нет у меня ни фамилии, ни это. Я обычно еще успеваю с экрана сфотографировать, но тут не успел с телевизионного экрана. Итак, 9 лет или 7 лет затворничества. Занимался, доказывал и доказал. Внимание. Он доказал сначала для себя, что кроме ДНК, слушайте внимательно, молодые мои друзья, те, кто на пороге науки и когда-то ее возглавят. Да, Елена Александровна, возглавишь? Так. Мудрая тишина в ответ. Значит, кроме основной молекулы ДНК существуют маленькие обрывочки микромолекулы ДНК, совершенно самостоятельные, которые включаются время от времени. Вот примерно так было сказано. Наверное, научным языком это будет сказано так, что еще менее понятно, чем я сейчас сказал. А мы с вами, мы, наш круг, знаете, прекрасно знаете, что в разных условиях одна и та же семечка проявляет разное качество. Доказательства практически есть. Вот бы этого бы ученого бы к нам. Вот. Один из постулатов железа. В каждом регионе при разном освещении, температурном режиме, так, почве, солнечной радиации, значит, широкая географическая, а значит, разная эти самые освещенности и так далее, и так далее. Вот. Нужно подчеркнуть. Получаются разные варианты. Дерево. То есть надо это делать гипотетически, мы зрители. Одно и то же семечко. Не то, что одно семечко сюда, другое туда. Тогда понятно, почему разные. А одно тут посади. А я это проходил. У меня куча доказательств. И вот человек все это преподнес как открытие. Теперь по нашему практику, да, Елена Александровна? Мы же вместе уже давно в саду. В одном. Вот. Это же не случайная фотография. Вот. Вот. То, чего не знаю. Вот это дерево одно на всей планете. Почему? Тот кусочек ДНК сыграл. А как развивались события? Я должен об этом сказать. Я волнуюсь. Я знаю, что я окажусь за пределами науки. Никогда мне туда на порог не пустят. Вот. У Елены Александровны шанс есть. Вот. Ну, пока она... Пока, сами понимаете. У нее обычный путь. Вот. Пенсия, она чего-то достигнет. Ну, там, доктор наук. Ну, эти самые... Вот с самого страны это будет незаметно. И вот, что я боюсь. Это при том, что она сейчас может уже возглавлять институт. Раз. Или быть ведущей федерального канала и переучить миллионы задуренных покупателей. Все этих... Не покупателей. Это по Фрейду, да. Покупатели задуренные саженцами. Дикой технологией смертельной опасности. Вот. Вот это, чтобы переделать на другой лад, я продолжу с следующими фразами. Его вдруг опубликовал наш человек. Я представляю, ничего бы не было, и он оставался бы, этот мужик, да, практически молодой человек, оставался бы никто и никем. Он подвижник. Он как раз из тех, кто двигает науку. Его вдруг опубликовал один из самых авторитетных научных журналов в мире. Леонид Александрович. Вы знаете эту кухню. Вот. У нас тоже 50-х лет. И... После этого... Одеваться-то некуда. Ведь тянет на Нобелевскую премию, на мировое открытие. С фактами. Со всем. Он. И вдруг об этом вот сейчас разменяло по всей стране. Вдруг оказывается, он вхож в высокий кабинет. Вот. А если бы тот же иностранный журнал бы не напечатал, где он был бы? Сказать неудобно. Есть такие слова, которые непереводимые. Сами знаете. Ну, типа в задницу. Я этого не говорю. Вот. И тогда, значит, я вспомнил о вас, Елена Александровна. Еще, ну, на ты, естественно, моя дочка. Вот. Когда-нибудь мы тебе присвоим псевдоним. Если наши придут к власти. У меня случилось. Тогда ты будешь уже не Савинич, а Савинич тебе же жива. Псевдоним. Заметьте. Павильный паспорт менять не надо. Вот. Почему? Сегодня вышел фильм. Нет, вчера вышел фильм мой очередной. И я в этом фильме озвучил Макарова Алексея Ивановича. А он наш человек. Из наших ближних, друзей, соратников. Вот. Тех, кто, как говорится, помните выражение, солдат ребенка не обидит. Из тех крутейших садоводов, которого в саду ни одного искалеченного дерева. Я специально ему дал слово. В своих фильмах. Несколько. Я показывал его деревья. Какие они прекрасные. Какие урожающие. Все. Ни одного искалеченного дерева. Возникает вопрос. Зачем вы учите калечи? Я про официальную. Тех, кто представляет официальную науку. Вот. И вот получается так, что он взял и произнес фразу. Вот ту самую. Ну, что, друзья? Ну, пожаловывай ему руку. Политруба поставил. За ту фразу. Ой, как это. Мне придется немножко на память. Значит, мы надеемся, что авиловцы уйдут и придут лусенковцы и мичуринцы. И вот это самое, если случится, тогда у вас, Илья Александровна, огромный шанс. Потому что сейчас мы, так же, как тот молодой ученый, находимся в тени. Нас нету. Потому что то, чем мы занимаемся, это... Ведь мне же отвечали эти солидные люди. Солидные очень. С высшим образованием, с высшим университетом, в академии. Не хочу сейчас трепать их фамилией. Они на слуху, к созарению. Заметьте слово. К созарению. Великимализация уже наука. Вот. В местном саду вырастают дички и жердели. Вот с таких вот. Вот я показываю пальцем, видите, вот на эту. На эти плоды. Вот. Из нее, вот эту кошечку посадим, вырастут дички и жердели. Вот. Дички и жердели. Уже сотни примеров. И ни одного дичка и жердели. Да что же это такое? Вся надежда на вас, Солид Александрович. И тогда я сказал себе. Я сейчас возьму и прочитаю. Расскажу небольшую мораль. Вот. Пожалуйста, не удивляйтесь. Почему? Мы живем в такое время. Если ты где-то проявишь свою принципиальность, ты останешься там, где ты сейчас есть. То есть инженер, это самое, инженер галереи университета имени Решетникова, Решетнева, Решетнева. Вот. И так ты там и застанешь. Я тебя не раз учил, ты все-таки молодая дочка. Вот. Входить по лезию бритвы. Придется еще несколько лет, пока решится вопрос. Будем мы? Мы это начали мы. А придет ли это в науку новая технология или не перейдет? Будут ли они уже студенты выходя из-за знать, что у дерева нет ни одного лишнего листика? Каждый листик производит глюкозу. А это значит, что попробуйте убрать часть листьев якобы с хорошими намерениями осветления дерева. Получите раны. В России смертельные. И плюс к тому же мороз будет убивать. А дерево, произведя меньше сахара, я уж по-русски говорю, сахаров. Еще проще. Сахара. Хотите такое слово? Вот. Оно будет слабое, больное. И все его окружение, которое оно кормит, всю подземную живность, все, замолкает. Там дальше целая лекция пойдет. Вот. Этого не случится. Поэтому мы с Макаровым, я называл 20, 30, 50 фамилии. Приходите к нам, забирайте все лучшее. Лучше купите. Мы потратили годы и десятилетия. Я за 40 соток 2 миллиона отдал. Это не секрет. Я многие годы вам рассказывал про эти случаи. Вот. За 40 соток 2 миллиона. Вы купите у нас все лучшее. Занимайтесь. Что-то подарим. Ладно. Мы умудряемся еще и дарить. Вот. Значит, мы с вами вместе можем совершить чудо. Переходный период. Лена Александровна.